SCP-2003. Предпочтительный вариант. Объект номер SCP-2003. Класс объекта Таумиэль. Особые условия содержания. SCP-2003 содержится в милитаризованной зоне 47 с ограниченным доступом 4 типа. В соответствии с протоколами 4 типа для назначения сотрудника на исследовательскую, охранную или техническую работу на SCP-2003 требуется тщательная проверка биографических данных кандидата, а также успешное прохождение теста по опроснику причинности Гайнберга Казавы. Доступ к самому объекту SCP-2003 разрешен только для участников проекта XN-Pastor при условии одобрения руководителем зоны 47. Вся информация по определяющим совокупностям событиям повышенной вероятности предназначенным субъектом усиления по объекту XN-Pastor засекреченные доступны только руководителю зоны 47, О5-7, а также сотрудникам, прошедшим обучение протоколам безопасности SCP-2003. При обнаружении значимого отклонения особых показателей от параметров определяющей совокупности XN следует немедленно сообщить об этом руководителю зоны 47 и приступить к исполнению действий при возникновении аварийного события и экзистенциональной угрозы пятого уровня. Описание. SCP-2003 устройство, которое позволяет выполнять ограниченные переходы в участки времени, расположенные в будущем, согласно современным научным представлениям о нормальной динамике пространства-времени с последующим возвратом. SCP-2003 было разработано и построено фондом в течение 25 лет. При разработке использовались технологии, полученные в ходе исследования. SCP-2003 SCP-2003 Техническое задание на SCP-2003 и характеристики объекта хорошо документированы и могут быть при необходимости использованы для повторной постройки объекта. Однако научные и аномальные принципы его функционирования на сегодняшний день не изучены. При активации SCP-2003 дает возможность переместить живое существо в центральном отсеке в смежную точку физического пространства, находящуюся в будущем. Дальность переноса субъекта во времени зависит от затраченной энергии. Установлено, что для переноса субъекта на 7 месяцев в будущее требуется порядка 3,5 кВт-часов. Однако при более высоких уровнях энергии эта пропорция перестает соответствовать действительности. Субъекты, перенесенные во времени при помощи SCP-2003, находятся там же, от 15 до 38 недель, после чего спонтанно возвращаются во время начала переноса в точку пространства, смежную с точкой отправки. В целях безопасности было создано безопасное место, где сотрудники могут дождаться возвращения в исходное время. Сотрудникам следует являться туда после 98 суток пребывания во времени переноса. Несмотря на то, что SCP-2003 дает живым субъектам возможность перемещения во времени, процесс активации наносит сильный вред большинству растительных и животных тканей. Единственное известное исключение – ткани нервной системы животных. По этой причине для переноса во времени с помощью SCP-2003 требуется специальная подготовка сотрудников. Подробности смотрите в приложениях. Опытным путем установлено, что при нынешних условиях SCP-2003 будет непрерывно пребывать под контролем фонда, сохраняя работоспособность до декабря 2348 года включительно. Приложение 2003-А. Сводка результатов исследований SCP-2003. Ввод SCP-2003 в эксплуатацию начался в 1995 году. Для наблюдения за характеристиками и событиями будущего использовались модифицированные сотрудники. Объект применялся с целью изучения основных свойств перемещения с помощью SCP-2003, а также при возможности сбора данных, которые могут быть полезны для фонда при борьбе с аномальными явлениями и их последствиями в будущем. На основе результатов этих опытов были выведены основополагающие принципы наблюдения за событиями будущего. Данные, собранные с помощью SCP-2003, не точны. Во время первых разведывательных экспедиций было собрано множество данных о событиях, которые должны были произойти в будущем. Однако последующее наблюдение показало, что такие сведения не всегда точно предсказывают события. Например, собранные данные дали организации возможность предотвратить масштабное нарушение условий содержания SCP-2003 в зоне 19 в 1997 году. Однако разрушительное землетрясение, эпицентр которого должен был находиться недалеко от западного побережья США, наблюдалось лично несколькими агентами, подвергшимися переносу с помощью SCP-2003. Не произошло в указанные сроки в 1999 году. По мере сбора данных с помощью мета-анализа удалось должным образом согласовать наблюдения с обстановкой и присвоить вероятность значимым событиям в будущем. Некоторые личности обладают непропорциональным воздействием на причинность. По мере роста объема данных, собранных в ходе экспедиции, было обнаружено некоторое число событий, нежелательных для отдела фонда. Первые попытки повлиять на эти события дали неоднозначные результаты. Манипулирование определенными субъектами и или их устранение давало ожидаемые результаты. Однако в иных случаях попытка фонда повлиять на события не принесли результатов вовсе. Даже в случае устранения нескольких участников, критически важных для события. Мета-анализ показал, что в некоторых случаях действия, а то и само существование, субъектов, связь которых со значительным событием не представляется возможным выявить, В некоторых случаях такие субъекты находились на стороне нескольких тысяч километров, немедленно и принципиально влияют на события. С момента этого открытия научные сотрудники ведут базу данных с такими субъектами. Связанных будущих, пригодных для длительного и плодотворного существования человечества, довольно мало. Наблюдаемые в ходе экспедиции условия имеют предрасположенность к разнообразию, однако наблюдается несколько слабо связанных между собой временных линий. В базы данных фонда такие линии занесены под названием «определяющие совокупности». Большая часть определяющих совокупностей сводится к общему будущему, в котором Земля становится непригодна для поддержания цивилизации, в некоторых случаях и жизни как таковой, либо приводит к условиям, неблагоприятным для большей части человечества. Причины относительно малого количества сценариев выживания неизвестны. Не установлена и возможная связь с возрастающим числом аномальных явлений документируемых организаций. Приложение 2003-B. Подготовка сотрудников к работе. Характер воздействия SCP-2003 на человеческий организм создает необходимость специальной подготовки и оснащения сотрудников для временного переноса в состоянии, пригодном для выживания и выполнения поставленной задачи. Выполнение задач посредством SCP-2003 требует высокой квалификации, бдительности и сохранения режима секретности, поэтому сотрудники класса D считаются для них непригодными. Кандидаты на работу с SCP-2003, связанную с временными переносами, набираются предпочтительно из числа сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста. Также могут быть задействованы сотрудники с неизлечимыми болезнями, не затрагивающими спинной мозг и нервную систему. На время работы на SCP-2003 добровольцы переводятся на шестой разряд заработной платы. Выжившим также полагается расширенный компенсационный пакет, перечисляемый по штатным секретным каналам. Перед оснащением отобранные сотрудники обязаны пройти расширенный курс сенсорной депривации наряду с обучением на имитаторе условий, в которых действует оператор системы жизнеобеспечения и наблюдения СЖН-ХХ-890-В. При этом сотрудники проходят обязательный курс приема антидепрессантов и нейролептиков под наблюдением медицинского персонала. По завершении курсов обучения сотрудникам производится хирургическое удаление мозговой ткани, нервов и всех структур нервной системы с последующей пересадкой в СЖН-ХХ-890-В. Все пригодные для трансплантации органы сохраняются согласно регламенту медицинской службы. Согласно актуальным рекомендациям, система СЖН-ХХ-890-В с оператором выполняет не более четырех заданий с применением СЖН-ХХ-890-В. В свободное от заданий время операторов следует держать в состоянии искусственной комы. Согласно исследованиям, в среднем через 18 месяцев активного пребывания в СЖН-ХХ-890-В операторы начинают общаться взволнованно и бессвязно. Свойства и характеристики СЖН-ХХ-890-В не подлежат разглашению и доступны только руководящим сотрудникам. Приложение 2003-C. Обзор программы XN-Pastor. Информационное письмо. Кому? Руководителю милитаризованной зоны 47. От. О5-7. Тема. Определяющая совокупность XN. На сегодняшний день все наши попытки повлиять на будущее с помощью SCP-2003 не отличались масштабом и точной направленностью действий. Я вижу мудрость такого подхода. В его основе лежит скрупулезное планирование всех возможных случаев и анализ соотношений между рисками и выгодой. Однако, если мы осмелимся взять инициативу в свои руки, последние 18 месяцев могут окупиться с лихвой. Может быть, есть выход из этой ситуации. Но цена. Цена есть всегда. И тебе это известно не хуже, чем мне. Считаю это письмо официальным изменением политики. На сегодняшний день все наши попытки вмешательства направлены на то, чтобы приблизить и сохранить XN. Предназначенные субъекты усиления, связанные с XN, подлежат защите от неуместного вмешательства. И это приоритет номер один. В частности, Нуру Даянь должна умереть так, как это было предсказано большинством наблюдений. Если в этом вопросе изменится хоть что-нибудь, сделай как надо. Думаю, ты достаточно хорошо знаком с остальными определяющими совокупностями, чтобы понять, почему бы избрали этот курс. И еще кое-что. Всякая связь. Все ее виды до единого. С кем бы то ни было, за пределами зоны 47, должна осуществляться только через мой кабинет и только с моего ведома. Приложение 2003D. Список известных определяющих совокупностей. Предпочтительный вариант. Название. XN. Актуальная протоколируемая реальность. Развитие общества идет согласно предсказаниям фонда в отношении экономических тенденций, факторов окружающей среды и социальных возмущений. Частота проявлений аномальной активности в целом соответствует нынешнему уровню. Согласованная реальность продолжается до января 2349 года. В это время ранее неотслеживаемый астероид 83345 Мур диаметром в 22 километра сталкивается с Землей, что приводит к мгновенной гибели большей части человечества и делает планету непригодной для долгосрочного обитания людей. Примечание. Смотрите приложение 2003C. Другие задокументированные определяющие совокупности. XV. Развитие общества продолжается по сценарию, схожему с XN. Пока 23 апреля 2017 года вспышка гамма-излучений из окрестностей HD 188753 не попадает на Землю. Вспышка длится 2 минуты 38 секунд и убивает все известные формы жизни. Примечание. Научный сотрудник, наблюдавший этот сценарий своими глазами, был единственным известным выжившим и продолжал сбор данных вплоть до своего возвращения через 52 дня. Ведутся исследования в направлении использования SGN XX890V в областях с высоким уровнем радиации. XE. Избрание сэра Уильяма Энустила на пост премьер-министра Новой Зеландии в 2049 году, а также рождение безымянного младенца в провинции Ахал в Туркменистане приводит к развитию последовательности событий, которое заканчивается обменом ядерными ударами между Израилем и Великой Индонезией в 2058 году. Все попытки фонда вмешаться в жизнь вышеупомянутых людей приводят лишь к ускорению развития событий. Во всех вариантах этой совокупности знания о существовании фонда становятся достоянием широких масс ровно за 86 дней до ядерных ударов. XH. В промежутке между 2023 и 2034 правительства стран мира предпринимают глобальные и все более сплоченные действия перед лицом эпидемии крайне веруленного штампа гриппа, жертвой которого становится примерно 1.4 миллиарда человек по всему миру. В 2040-х и 2050-х годах вмешательство многосторонних организаций позволяет снизить уровень бедности и голода в таких областях, как Центральная и Западная Африка и Индостан. В прибрежных областях ведется успешная борьба с повышением уровня прилива. 29 июля 2059 года все население Земли, ровно как и все животные на планете, спонтанно исчезают. В обозреваемый период возвращения не произошло. Примечаний нет. XJ. Сущность, в которой позднее опознают точную копию доктора Масака Каидзуми, одного из ученых, работавших с SCP-288, до его постановки на содержание, появляется во внутреннем охраняемом периметре милитаризованной зоны 47, 01 апреля 2011 года. Сущность просит о немедленной отмене и эвтаназии доктора Каидзуми, который проводится на территории зоны, поскольку на момент постановки на содержание SCP-288 не функционировал. Способ, с помощью которого сущность смогла сделать указанный запрос, неизвестен. Считается, что он должен произойти в будущем. Однако, в связи с введением предохранительного К протокола 12, сотрудники фонда не имеют возможности выполнить данный запрос, что приводит к временному парадоксу типа Альфа-8. Эта цепочка событий повторяется неисчислимое количество раз, что в конечном итоге приводит к коллапсу пространства-времени в человеческом понимании. Сценарий был предотвращен сотрудниками фонда, которые обработали копию доктора Каидзуми, «Успокоительным» поместили ее в SGN-XX-890V и переместили с помощью SCP-2003, задействуя всевозможную энергию. Неизвестно, какие это может вызвать хронологические осложнения. Но, судя по всему, до 2349 года они не проявляются. XO. Начиная с 2037 года, частота проявления аномальных явлений возрастает на несколько порядков. К 2039 году организация более не имеет возможности защищать согласованную реальность, и мировые цивилизации переживают период хаоса и потрясений. Спонтанные бунты и массовые самоубийства уносят жизни миллионов людей по всему миру. Быстро появляется множество религиозных течений с самоназванными мессиями во главе, что значительно подстегает гражданские конфликты и междоусобные войны. К середине 2040-х годов некоторые секты и остатки национальных правительств ставят на вооружение различные аномальные явления, что приводит к полной гибели человечества к 2048 году. Выживает лишь группа людей, укрывшихся в остатках зоны 104. После того, как они обнаруживают наличие в зоне крыла ОК, связь с ними пропадает. Примечание. В связи с широким распространением аномальных явлений в этом сценарии, по данной определяющей совокупности, был получен самый обширный набор данных, поскольку агент смог беспрепятственно работать в открытую. XR. Численность популяции Homo ignotius, В течение долгого времени, составлявшее по оценкам специалистов фонда не более 500 особей, за одну ночь возрастает до 8 миллионов особей. Происходит короткое и кровопролитное сражение между объединенными силами организации и Homo ignotius, в результате которого все возможности сопротивления новоявленным Homo ignotius систематически уничтожаются в течение трех дней. После этого человечество... Ученые расходятся во мнениях по поводу того, отражает ли это определяющая совокупность намерений известной популяции Homo ignotius. Наибольшую поддержку получили гипотезы и примечания данные удалены. XS. Определяющая совокупность XS развивается схожим с XN образом. Пока в какой-то момент в 2019 году милитаризованные зоны 47 и все сведения о SCB 2003 оказываются в недосягаемости фонда. Сотрудники фонда XS задерживают научного сотрудника B по время выполнения наблюдательного задания в 2022 году и удерживают ее в качестве объекта SCP до самого возвращения. При выходе на следующее наблюдательное задание научного сотрудника B снова задерживают сотрудники фонда XS. По возвращении при ней не оказалось каких-либо полезных данных, а некоторые части ее мозга были удалены. Иной информации об определяющей совокупности XS в распоряжении организации нет. Примечание. Требуется допуск четвертого уровня. XU. 17 февраля 2026 года. В нарушении всех астрономических моделей, а также вопреки научному представлению о классической и квантовой механике, Солнце мгновенно коллапсирует в черную дыру, несмотря на то, что его масса считается недостаточной для инициации подобного события. Земля и остальные планеты Солнечной системы в краткий срок охлаждаются примерно до минус 270 градусов Цельсия. Все формы жизни погибают, однако люди продолжают жить и находиться в сознании, несмотря на прекращение биологических функций и почти полное прекращение движения молекул. Примечание. Данная определяющая совокупность является подсовокупностью ранее выделенной совокупности XT. В будущем XT единый тоталитарный режим установил контроль над всей планетой и избрал свои цели уничтожения различных подрывных организаций, в особенности фондов. Ученые фонда предприняли попытку обратить этот сценарий, отправив на Международную космическую станцию трех опознанных людей из Южной Кореи. Результатом явилась совокупность XU, XW. 13 августа 2019 года во всех крупных населенных пунктах мира появляются сущности, очень похожие на живых SCP-2 в человеческий рост. Их появление не вызывает тревоги, а после предложения ими значительных усовершенствований в медицине, добычи энергии, сельском хозяйстве и различных видов искусства, человечество принимает их с радушием. К концу 2022 года исследовательская программа по объединению множества человеческих сознаний в одном теле привлекает тысячи добровольцев. В 2024 году этими сущностями создается полностью зрелый человек, наделенный разумом, который, как считается, состоял из объединенных сознаний примерно 134 тысяч человек. Этот человек был заключен в камеру, снабженной автоматическими раздатчиками пищи и воды, и полностью изолирован от внешнего вмешательства. Все остальные люди были уничтожены к концу 2024 года. Примечание. Последние два сотрудника, отправленные наблюдать за определяющей совокупностью XW, агент и научный сотрудник не вернулись в отправленную точку и считаются пропавшими при исполнении долга. XX. Популяция ранее неизвестного в данной временной линии одноклеточного. Исследователи фонда присвоили ему название «Непризория Араная». Возрастает в геометрической прогрессии, предположительно вследствие недавно приобретенной способности к адаптации и выживанию в практически любых средах, насыщенных водой. Н. Араная проявляет способность к проникновению в нервную ткань человека и выживанию в ней, вызывая при этом схожее с токсоплазмой расстройство, вследствие которого человек приобретает навязчивую мономанию по отношению к фенитрии Нигверцер, бразильский паук-солдат. К 2028 году 85% человечества поражены, и большая часть ресурсов общества уходит на обеспечение жизнедеятельности и размножение пфенитривер. Незараженные люди задерживаются и по большей части переправляются в комплексы разведения пфенитривер в качестве корма для пауков. По причине повального увлечения разведением и содержанием пауков, сельское хозяйство и инфраструктура приходят в общий системный упадок. Итогом этого является всемирный голод и гибель примерно 6 миллиардов людей к 2030 годам. Примечания ведутся исследования аномальности причин, приведших к столь массовому распространению N-ароная, а также механизмы их патогенного воздействия. X, Z. Земля полностью обезлюдила. В центре крупных городов по всей планете построены гигантские комплексы, осуществляющие мгновенный перенос субъектов в точку, которая, судя по результатам астрономических наблюдений, находится где-то в сверхскоплении Гидры. Исследователи, воспользовавшиеся данным комплексом, перенеслись на планету по условиям жизни, подобной Земле, на которой существовала процветающая человеческая цивилизация. Их появление не осталось незамеченным для жителей данной планеты. Они крайне неохотно шли на контакт с исследователем, но всегда устраивали для них экскурсии по местам, представляющим культурную значимость. Показывали памятники, музеи и устройства городов. Человеческая цивилизация, обитающая в сверхскоплении Гидры, судя по всему, является гораздо более продвинутой по сравнению с современным обществом. Ей неизвестны многие факторы, отрицательно влияющие на развитие человечества. В ходе нескольких последовательных исследований было замечено, что данная цивилизация продолжает существовать на этой планете. Это свидетельствует о том, что люди приспособились к жизни в новом месте. Примечание. Намечено проведение дополнительных исследований в рамках проекта X-Saint-Pastry. Также рассматривается вопрос о смене предпочтительного варианта. Продолжение следует...